привет дорогие друзья видео о том какая международная атмосфера царит в преддверии важной встречи путина и байдена я уже рассказывал о том что украина неинтересна однозначно украина мало того что токсично так сейчас еще и в тренде глобальное потепление ядерная сделка с ираном беларусь это может быть намного интереснее украины потому что тут вопрос большого шелкового пути а китай пугает соединенные штаты америки намного больше уже чем россия это очевидно всех заявлений байден несмотря на вот этого чушь которую вы читаете в отечественной прессе о том что там будет ставится вопрос ну как будет ставиться вопрос но будет сказано мы там поддерживаем территориальную целостность они всегда поддерживали поэтому вопросов никаких особых ставится не будет тоже сто процентов до теперь мысль моя подтверждается и тем что байден обходит резкие выпады в сторону российской федерации то есть нет он говорит что в случае агрессии россии там украине ответ будет жестким но не говорит насколько жестким достаточно ли он будет жестким или может быть бы все-таки в сторону мягкого больше вообще байден без относительно украины так выражается в отношении путина мы не ищем конфликтов с россией но будем жестко реагировать на ее неправомерные действия ну по навальному и хакерским атакам и так далее по спискам я должен сказать что после запрета фбк как экстремистской до организации не последовало по сути ничего кроме ну какая типичных обычных стандартных заявлений северный поток 2 завернули в обратную сторону так нет же не завернули и вот выходит интервью с владимиром путиным интервью с владимиром путиным не выходят просто так в этом интервью владимир владимирович обозначил четкие красные линии причем она вышла аккурат в предвы в преддверии поездки байдена в европу первое чем высказывается путин от закона коренных народов который зеленский внес в раду тут какая вообще ситуация языковой закон предусматривают тотальную украины за украины зацию до против которого высказалась и венецианская комиссия было предложено разработать отдельный закон про национальные меньшинства как всегда у зеленского подошли к выполнению этого рекомендации очень творческие они разработали великолепный закон по коренным народам причем они настолько сузили это понятие что коренными народами оказались исключительно крымские народы и что самое прикол прекрасное так что коренным народам не отнесли даже украинцев только крымских татар караимов и крымчаков под крымских татар большая часть которых проживает в крыму закон и сочинялся при этом коренные народы наделены правами которых другие народы лишены они могут создавать престорические органы принимающие решения от их имени но типа типа миджлиса и при которых будут существовать собственные сми в том числе при государственной поддержке но это типа как атр имеют право на самоопределение в украине государство способствует их представительству видимо квоты на крымских татар в органы власти партийных списках скоро будут государство гарантирует их защиту от геноцида то есть другие народы не гарантируют выселение и ассимиляции дискриминации народов запрещена коренные народы имеют право создавать свои образовательные учреждения государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов тут очень интересные вещи прописано в этом законе то есть государство не гарантирует к примеру геноцид этнических русских да или этнических болгар к примеру а может быть и греков а вот караимов и крымских татар гарантирует все они геноциду подвержены больше не будут это крайне интересный закон я вам должен сказать вообще уникальный по итогам крымские татары которых на подконтрольной украине территории несколько тысяч станут титульной нацией с особым статусом языки тюркскоязычной группы поставлены теперь выше чем русский язык на котором мире разговаривает 260 миллионов человек для чего разрабатывался этот закон скорее всего команда зеленского поняла общую общая лицемерия цивилизованного мира к примеру когда критикуются там у китая уйгуры у россии крымские татары и теперь они хотят показать что вот у нас уж уйгуры наши живут лучше всех даже лучше самих украинцев в россии когда присмотрелись к этому закону он подвергся резчайшей критики во первых должен заметить что в аннексированном крыму у нас этого не любят говорить но тем не менее украинские и крымско-татарские языки стали государственными был подписан путиным указ о реабилитации крымско-татарского народа был мемориал был построен то есть вопрос для россиян закрыть депортация преступления татары равны в правах зачем украина бередит эту тему мы еще посмотрим сколько крымских татар переедут на подконтрольную после принятия этого закона потому что их сделали реально титулной нацией унизив остальные народы главное унизив украинца ну ладно хорошо закон абсолютно несправедлив по отношению к украинцам что по отношению к другим народам которые столетиями проживали на украинской территории забудем забудем о русских да вспомним вполне европейские народы там поляков болгар румын молдаван их лишают языковых образовательных прав греки при азове да я боюсь просто всех перечислять потому что кого-то обязательно забуду все эти люди внезапно оказываются не такими арийскими наверное как вот те кого обозначило окружение зеленского что это вызовет дальнейшем мне трудно себе даже представить но судя по тому что они творят в принципе украину тогда можно переименовать в крым и гимном пусть будет просто фраза крым наш крым наш крым наш крым наш и так далее да но что что вы делаете но если украинцы уже на своей земле они уже какие-то не такие но больше всего конечно же россиян волнует тот факт что этим законом один народ ставится над другим народом и вот это большая проблема потому что по сути этим законом можно оправдать там выселение русских там с донбасса все что угодно по сути можно оправдать поэтому в госдуме проголосовали за постановление которым обращаются к межпарламентской ассамблеи снг парламентским ассамблеем у дкб в бсе и совета европы парламентом стран членов ес и призывают осудить попытку разделения украины на коренное не коренное население и вот путин в своем интервью отвечает как раз таки на эти вопросы он вспоминает что по сути население украины было сформировано ну советским союзом также то что с удовольствием ухватили украинские сми это то что он сравнил такую попытку деления народа на правильных и неправильных с практиками нацистской германии люди которые пришли с этими территориями в состав российского государства называли себя русскими поэтому говорить о русских как не коренном народе это просто не корректно должен заметить что евреи недовольны этим законопроектом потому что они также сотни лет проживали на территории украины подвергались гонениям само по себе деление на коренные первосортные категории людей второсортные и так далее это уже точно совершенно смахивает напоминает теорию и практику нацистской германии впрочем я думаю что зря путин так открыто возмущается потому что известно что если у москалив подорает значит все значит все очень классно почему на этот абсолютно конченый закон не обратила внимание мировая общественность которая обращает внимание на все остальное путин тоже четко дал понять потому что по его мнению украина является анти россией поэтому все нормально и как бы критиковать не надо даже когда ходят со свастиками по улицам потому что украину создает как антипот россии поэтому предпочитают не замечать ничего в том что и свастики с которыми по городам украина когда путина спрашивают про предложение зеленского встретиться он отвечает что предложение какое-то поступило достаточно странное хотя стоило бы обговорить внутренние вопросы и этих вопросов между между государством накопилось великое множество у нас двухсторонних отношений в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем что нужно было бы говорить об этом что касается донбасса и киевских властей сегодняшних это не наша не моя прихоть чтобы киевские власти разговаривали с людьми с донбассом объясняет что разговаривать про донбасс зеленскому следует с руководством непризнанных республик и это не его прихоть а это то на чем настаивали настаивало руководство украины когда подписывал минские соглашения не звучало вы не раз давали понять что для россии украина в нато это красная линия что вы думаете о происходящем ну и ключевой момент путина спрашивают про этот конфуз когда было заявлено о том что байден мол сказал про вступление в нато пропадать и и путин говорит что я конечно вижу как многие насмехаются над владимир александрович он вообще говорит достаточно издевательски но это всегда когда он говорит право владимир александровича да ну и он объясняет что я это конечно все слышу но я так не отношусь к этому как шутки он обозначили четко красную линию это нато он объясняет почему он объясняет про систему про и что можно пусковые установки использовать и для других целей не только для защиты пусковые установки этих систем будут использованы для ударных комплексов там следовали еще сравнение с кубе с кубой то есть как на кубе установлены были ракеты и такое тонкое сравнение с карибским кризисом прекрасно помним что тогда весь мир стоял на пороге катастрофы которая уже была нерешаема да тонкий тонкий намек да я смеялся над зеленским и говоришь ну вот все это полковня ничего здесь не будет у меня другой мне интересно что путин очень тонко как всегда едва заметно но четко передал еще и нечто достаточно грозное по поводу 50 процентов населения украины которые не желают вступления в нато он назвал их умными людьми которые понимают к чему это приведет а вы понимаете к чему это было сказано путиным как минимум 50 процентов жители украины не хотят вступления страны и это умные люди я говорю без всякой иронии не потому что другие группы а потому что те кто не хотят понимаю что они не желают оказаться на линии огня в общем четко понятно что для российского лидера вопрос украины более значим чем чем для лидера американского и что они там будут решать неизвестно но уже можно прекрасно представить крик поднимется по поводу зрады впрочем виду того что никаких официальных документов подписываться не будет скорее всего они не будут подписаны как раз таки для того чтобы не фиксировать эту самую зраду когда ты сдаешь национальные интересы безвозмездно абсолютно еще и зазывая еще и предлагает чуть ли не деньги доплатить чтобы у тебя эти национальные интересы отобрали ты перестаешь быть интересен всем даже тем кому мог бы быть потенциально интересен и какое сражение было бы за украину реально не в украине а за украину если бы украина таки внедрилась в этот проект великого шелкового пути с китаем если бы если бы не было 14 года если бы если бы если бы но природа не знает сослагательного наклонения поэтому поэтому вот так вот с вами был анатолий шарик пока отдельно каждый просто человек вместе мы команда мы объединяемся чтобы быть непобедимыми покажи что ты с нами на семерч шарите